Тариф на содержание жилья повышается раз в год. В 2012 он был индексирован в июле, в текущем – в январе. Тариф 9,56 индексирован на 12%. Это как было с квадратного метра. В среднем, со средней квартиры в 50 квадратных метров, это будет рубль на квадратный метр. То есть это примерно 50 рублей. То есть это не такой огромный рост, но для предприятия очень много жалоб и на канализацию, и на двойное остекление, которого нет, и на двери. Мы все пытаемся делать, все делаем, но на все, к сожалению, не хватает средств. Поэтому у нас другого пути, как индексировать тариф нет. 1% от перечисленных горожанами денег на обслуживание жилья остается у управляющей компании. Все остальное поступает на счета обслуживающих организаций. Они расходуются на проведении сантехнических, электрических, штукатурно-малярных работ, текущий ремонт в местах общего пользования многоквартирного дома. Квитанции на оплату жилья и коммунальных услуг за первый месяц года горожане получили в конце января. Повышение не осталось незамеченным. Существенные, конечно. И каждый месяц я получаю, и все время ее где-то прибавляют. То за одно, то за другое. Получилось побольше. Не на много, насколько? Ой, я и не считала, но посмотрела побольше. Где-то 100 с лишним, наверное. Да, да, 100 с лишним. Насколько существенен для вас такой повышение? Ой, естественно, существенно. Че, пенсии только. Пенсии получишь, и все. Отдашь за квартиру. В 2013 году были повышены не только тарифы. С февраля на 6,6% были проиндексированы трудовые пенсии. Средняя прибавка по городу составила 600 рублей. А с января на 594 рубля увеличен и минимальный размер оплаты труда. Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Минимальный размер оплаты труда установлен в размере 5205 рублей. До этого момента минимальный размер оплаты труда составлял 4611 рублей. В этом году тариф на содержание жилья уже меняться не будет. Правда, в феврале зареченцев ожидает повышение другого тарифа. Теперь вырастет плата за пользование лифтом. Насколько больше предстоит заплатить в марте, зареченцы увидят уже через несколько недель, когда им доставят платежку за февраль. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».